Мы заглядывали с вами уже в TrackView Mini Curve Editor. Не пугайтесь, что я там называю по-разному все эти названия, потому что так оно и есть. Люди, которые давно работают с Максом, те знают, что в Максе постоянно какие-то термины меняются. Но, собственно говоря, можно во многих случаях при простой анимации туда даже не заглядывать, не смотреть и всю анимацию править править на TrackBar, а у нас же Timeline. Для этого нужно настроить каким-то образом Timeline, но ничего умнее в голову не приходит и у вас никогда не должно возникать никаких проблем с этими вещами. Вы должны просто нажать правую кнопку мыши и посмотреть, что же здесь есть. Итак, конфигурация. Что показывать? И говорим показывать нам все. Но soundtrack не нужен, на самом деле. В одном из уроков мы посмотрим, что это такое, зачем это нужно. Вот, собственно говоря, Show Frame Numbers, Show Selection Range. Кстати сказать, это все можно отключать, чтобы занимало поменьше места на экране. Итак, смотрим дальше. На таймлайне, он же TrackBar, отображаются ключи выбранного объекта. Если объектов выбрано много, то отображаются ключи всех выбранных объектов. Таким образом. И с ними можно работать. Работать. Работать как? Ключи можно... Так, вот у нас взлет. Мы хотим, чтобы взлет был более медленным, поэтому выбираем объект. Говорим, что процесс взлета медленный. И вот такая посадка. То есть, просто перемещая ключи. Ключи на TrackBar можно копировать. Например, если вы хотите, чтобы ваш объект взлетел, а затем вернулся в обратную точку, вы выделяете ключ на начале, с Shift-ом перетаскиваете его куда-то сюда. И получаете вот такое движение. Взлетели, повисели, вернулись обратно. А потом уже переместились по горизонтали к тому ключу, который есть. Ключи перемещаются. Это понятно. Ключи удаляются. Просто дилетом. По одной штучке ключи переносить неинтересно. Вы можете выбрать сразу несколько ключей. У вас появляется вот такой символ внизу, что позволяет вам легко и непринужденно анимацию замедлять. Либо наоборот ускорять. Под правой кнопкой, как я уже говорил, всегда много всего интересного. Если сейчас кликнуть на какой-то из этих ключей, то вы увидите, что прописаны три ключа. Поставлены, точнее, три ключа по трем осям. Если выбрать этот ключ, то появятся его параметры. И вы можете терактивно менять его значение тут же. Для полного счастья, можно, конечно, включить траекторию, чтобы все-таки видеть, что происходит. Вот такая вот навещающая траектория. Вы можете менять значения вот эти. И можете менять на самом деле и характер движения, выбирая его из такого вот... У нас же не знаю, как это назвать. Две такие кнопочки. In и Out. То есть движение на вход к этому ключу и характер движения на выходе из этого ключа. Стрелочки позволяют вам копировать характер движения Out на In следующего ключа. Ключа вы переходите вот таким вот образом. А здесь же можно, кстати, и менять, как видите, In и Out. То есть параметры. Вот так вот можно даже сделать. Такую траекторию сделать. Но, как видите, это все очень и очень ненаглядно. Поэтому, конечно, подобные вещи лучше уже делать в Curve Editor, либо в Curve Editor. Допшит немножко для другого стучи. Закрываем. Смотрим дальше, что еще есть. Фильтрация. Вообще, Max ругают... Особенно майщики. Ругают за то, что Max ставит слишком много... При анимации в Max ставится очень большое количество ключей. Что все это как-то напряжно получается. Что, например, если посмотрите на таймлайн, то здесь опять не так все просто. На самом деле. Если у нас было бы еще вращение... Анимация вращения этого пепелаца... То достаточно проблематично было бы... Работать с ключами. Если мы хотим только перемещение, ключ не поставленное перемещение, мы этого сделать не можем, потому что мы выбираем сразу ключи и на ту, и на другую дорожку назначены. Не очень удобно. Но, в общем, даже и здесь можно уже отстроиться каким-то образом. Что именно под этим подразумевается? Если я... Правой кнопкой войду в меню контекстное... Скажу, что я хочу видеть... Те ключи, которые мне нужны на самом деле. И вот посмотрите, что здесь есть. Значит, по умолчанию стоит отображать все ключи. То есть и ключи на трансформацию, и ключи на объекты, на материал, присвоенные этому объекту. Вы можете отстроиться от каких-то ключей. Каким образом? Вы можете сказать, что я хочу видеть только ключи, которые назначены на параметры самого объекта. Ну, в данном случае ничего нет. И не очень интересно. А вот это выбор, current transform, позволяет вам отстроиться от ключей на... В общем, что тут говорить очень много. Вот смотрите, как все это выглядит. Я выбираю current transform. И у меня отображаются для этого выбранного объекта только те ключи, которые сейчас на то или иное действие. Если взять перемещение, то только ключи на перемещение. Если вращение, то только на вращение, но и на масштабирование. Масштабирование не проводилось, поэтому ключей никаких нет. И в этом случае вы берете и переносите ключ на перемещение, поэтому не затрагивая ключи на вращение. Ненаглядно, ненаглядно, очень ненаглядно, Но, тем не менее, если это знать хорошо, то помните, держать в голове, что вот так вот у вас движение такое-то, то тогда можно легко, не прибегая к каким-то специальным средствам, подправлять ваше движение. Вернусь и опять показываю все ключи. И вот дилет киев. Ой-ой-ой. Также крайне неудобно, потому что нужно было взять и щелкнуть сюда. С контролем тоже ничего не дает. Вот поубивал ключи, как видите. Ну, вот, пожалуй, все, что можно выжать из тракбара. Так. Спасибо. 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 Спасибо.